Еще один ролик. Один ролик для тех, кто серьезно болен. Для тех, кто лечит других, и будучи уверенным, что у него дар Господний, и что за этот дар он должен платить, он забирает болезни на себя, своим сознанием и реально физическим телом. И потом вот с этим разваливающимся телом он подходит лечить тела других людей. Ролик для вас, для тех, кто болеет и уверен, что он способен исцелить свое тело медитациями, голоданиями или сыроедением или вегетарианством, остеопатией, физическими упражнениями и так далее. Кто считает, что исцеление тела лежит вне его сознания, это ролик специально для вас. Представьте компьютер. Вот он стоит на столе у вас, и он вдруг начинает подвисать и барахлить. Вы берете тряпочку, и, конечно, первая мысль, которая приходит, что, наверное, у него там кулер забился, его там надо пропылесосить, надо почистить, а может быть, клавиши залипли, вы туда кофе налили или еще что-то. То есть вы пытаетесь проводить какие-то внешние манипуляции для того, чтобы его просто очистить, привести в порядок, чтобы он лучше работал. Иногда это помогает, согласитесь, да? Если действительно причина во внешнем. Но очень часто компьютер подвисает, потому что он перегружен ненужным программным обеспечением. Там идут процессы циклические, которые подвешивают его. Иногда слетает программное обеспечение, потому что там внутри есть раздрайв, некая поломка. Иногда выходят какие-то части из строя, запчасти, которые уже восстановить практически невозможно. Тогда он рассыпается весь и останавливается в работе. Вот то же самое происходит со знанием человека. По сути дела, мы здесь в симуляции. Мы по образу и подобию компьютера. И если вы заведомо уверены, что вылечить болезнь можно чисто травничеством, хотя травничество – это большая тема на самом деле. Там травы обладают сознанием. И если вы сами будете заниматься самоисследованием и работой с сознанием трав, и подбирать себе рецепты, и разговаривать с ними, действительно ездить в лес, заниматься, там в какую-то аскезу пойдете, то это поможет вам реально. Но чаще у нас травничество ассоциируется с тем, что я приеду к тете Дусе, и тетя Дуся мне поставит травок. Я их потом в мешочек так насобирает, даст этот мешок с собой, и я их потом буду заваривать и пить. И вроде как я и над собой работаю, травы пью, и в то же самое время я в жизни ничего не поменял. Так вот, господа, болезни на этом не проходят. Я не верю, что можно починить компьютер тем, что вы его будете протирать тряпочкой, салфеточкой. Да, наверное, экран будет чище, лучше видно. Да, наверное, можно как-то пыль убрать с компьютера. Но программное обеспечение так не меняется. Все болезни, абсолютно все болезни, идут у нас из головы. Мы создаем этот мир в нашей психике, мы создаем в нем больное тело. И для того, чтобы создать здоровое тело, надо поменять то, что создает больное. Надо убрать создающее больное и установить то, что будет создавать здоровое. Вот так как-то легче, да? И вот мой опыт показывает, что обращаются люди и говорят, спасите меня, помогите мне. Но даешь им телефон психотерапевта и говоришь, вот хороший терапевт или психолога, или экстрасенса. Есть те, которые говорят экстрасенсорным языком, я им даю туда телефон экстрасенса и говорю. Но вот человек, он поможет. И дальше, как? Я буду ходить, я буду заниматься? Мы что, будем разговаривать? Да, ерунда это все. Вот я вот на массаж, я там потянусь где-то в тайзицуань, я там, я там, я там. Мы готовы заменять физическими упражнениями. Да, мы уже готовы делать физические упражнения. Это круто на самом деле. Это очень большой прорыв. Мы готовы пойти свое тело предоставить кому-то, но заняться своей башкой невероятно. Невероятно. А следующее попадание в ловушку фантазии, это типа я занялся башкой, и начинаются фантазии. Такой космос, чего только не придумаем. Виновата в седьмом поколении дедушка с бабушкой, потому что их там были, сожгли на костре, и вот это пламя до сих пор горит и разрушает мою физиологию. Блин, как наслушаешься вот этого чуши. Но все время вы на соответственности наружу. И все по старой накатанной схеме, как и в предыдущем ролике. Но при этом мы хотим быть здоровыми, и мы не хотим ничего поменять у себя внутри. Невероятно. Для таких особо одаренных, особо больных, особо не желающих в себе ничего изменить, с 9 апреля мы будем проводить достаточно жесткий тренинг с погружением в наши родовые программы, наши эпигенетические программы и так далее. Если вам нужно измениться за короткий промежуток времени, и вы готовы пройти этот путь 6 дней с утра до вечера, то у вас есть возможность. То есть этот тренинг буду вести я, Наталья Белова, Наталья Лара Суша втроем. Втроем, потому что один человек такой тренинг не проведет, два человека не проведут, а три проведут. Это уже будет круг. Это уже будет одновременно работа и онлайн, и очно. Очно мы будем брать всего 12 человек и работать в таком круге. Остальные все могут присутствовать онлайн. Цены онлайн значительно ниже. Вся регистрация обязательно предварительная, потому что количество мест ограничено, и на сегодняшний день спрос превышает предложение. Но это шанс для тех, кто болен, для тех, у кого есть проблемы с реализацией, с бизнесом, с творчеством, для тех, у кого есть активные проблемы, потому что мы начнем с решения этих проблем, с балансировки, с приведения себя в гармоничное состояние, и потом дальше из точки баланса мы стартуем в регресс, в наши эпигены. Мы пойдем туда. Будем отрабатывать всю почить, поднимем невероятно большие пласты информации, и это, в принципе, возможность проработать себя, и это, в принципе, возможность одновременно работать не только с физическим телом, и одновременно достаточно глубоко осознать, что мир действительно продукт нашей психики. И так как это продукт нашей психики, то работа чисто с физическим телом не дает, не дает того выхлопа, который вы ожидаете. Так или иначе, все начинается из головы. Приходите, ждем. Если вы готовы, не готовы, не приходите, не ждем. С вами была я, Наталья Зайцева.